Девчонки Не подходят Потому что для тренажерного зала Нужно в первую очередь Чтобы ваша нога имела хорошую опору С колом Была стабильной Подобные кроссовки Служат для Ходьбы повседневной Для того, чтобы хорошо перемещаться В пространстве для бега, для прыжков Для баскетбола, волейбола Обращайте на это особое внимание Должна быть плоская подошва Без супинатора В подобных кроссовках, для того, чтобы вам было комфортно ходить Есть супинатор Который находится между стопой И подошвой Такие вставочки Которые будут давать Стопе ходить Плавно, комфортно себя чувствовать Нам же в тренажерном зале Нужно иметь мощную, хорошую позицию При которой нога стабильна Особенно это любят девочки Выбирают себе красивые кроссовочки Главное, чтобы было красиво Нет, девчонки Вам так же, как и парням Нужно, чтобы нога была Хорошо Зафиксирована И Вы не получили травму во время приседаний Во время стоновых тяг Сейчас смотрите Покажу как раз кроссовочки Легендарные конверсы Обратите внимание Высокие Плоская подошва Без супинатора В таких кроссовках Идеально заниматься Особенно Делать приседания Вот еще Такая Limited Edition модель И я так думаю, что я себе Вот эту пару даже Куплю Они стоят 70 долларов везде Но здесь почему-то Сделали в скидку И стоят они 39,99 Ну 40 долларов Идеально Для занятий Плоско Высокий подъем Голеностоп будет тоже держать Обратите внимание Для девочек тоже Самое важное Чтобы не было Супинатора Огнутся они Как-то Да Они Это практически Можно сказать Как кеды Кроссовки кеды Шикарные Вот для сравнения Кроссовки Тоже вроде бы Высокий подъем Да Но обратите внимание Не плоская подошва Эти кроссовки Хороши Как я уже говорил Не раз Для прыжков Для баскетбола Для бега Но Заниматься В тренажерном зале Они будут мешать Потому что Не будут давать Такого Плотного И Основы Такой Чтобы ваша нога Имела хорошую Базовую основу Не подгибалась Не Не сгибалась Никуда И именно Имела хорошее Соприкосновение С полом Такие кроссовки Не будут давать вам Устойчивость Вот это Устойчивость Здесь Хороши Для быстрых Резких Перемещений Но Ни в коем случае Не для занятий В тренажерном зале Вот к примеру Возьмем кроссовочки Видите Да Хорошие кроссовки Шикарные Но Они Не будут давать Нам Надежную Опору Вы будете Все равно Нога не будет В ней Плотно Стоять Будет Изгибаться Не будет Хорошего Сцепления Не будет Надежно Стоять Нога Может Подвернуться Когда вы будете Приседать А это Сами понимаете Чревато То же самое С такими Кроссовками Вроде бы Как бы Плоская Но Все равно Смотрите Сильный Большой Супинатор Для того Чтобы Вы Хорошо Бегали Не было У вас Снимать Нагрузку С позвоночника Но Не для Занятий В тренажерном Зале Ну что А эти кроссовки Я действительно Себе куплю Шикарная цена И они Очень удобные Тем более Все вы знаете Это популярная Очень В Америке Во всех штатах Модель Такой Модель Марка Ну Марка Да Популярная Во всех штатах Марка Причем Очень удачная Модель Как раз таки Для тренажерного Зала Имеет Все необходимые Нам характеристики Которые я говорил Плоская Довольно таки Невысокая Небольшое Расстояние Между стопой Получается И полом Подойдут Для становых Тяг Идеально Ну и я люблю Приседать В удобной Надежной Обуви Что И всем Вам советую Вот кроссовки Которые я купил Красные И белые Которые у меня Уже были Это белые От Фирмы Пума Сейчас Многие фирмы Выпускают Такие кроссовки Специальные Для Занятий В тренажерном Зале Видите Плоская Подошва Высокая Высокая Подъем Высокий Что будет Давать Хорошую Стабилизацию Для Безопасных Тренировок В спортзале Особенно Для таких Упражнений Как Приседания И становая Тяга Вот в этих Кроссовках Я делаю Вечернюю Аэробику Хожу Быстро В них Вечером Вообще Эти кроссовки Для бега В них Заниматься В тренажерном Зале Нельзя Не то что Не рекомендуется А нельзя Потому что Повторяюсь Они Не будут Давать вам Необходимую Стабилизацию У них Хорошие Супинаторы Протекторы Все это Нам В тренажерном Зале Не нужно Посмотрите Как выглядит Подошва У правильных Кроссовок Она Плоская У подобных Кроссовок Специально Они Максимально Облегченные Специально Все сделано Для того Чтобы вы Двигались Комфортно Во все Стороны Естественно Стопа Подвижная И это Очень Опасно В тренажерном Зале Сейчас На своих Экранах Вы видите Кроссовки Вверху Найки Отличные Кроссовки Но тренироваться В тренажерном Зале В них Нельзя А вот Нижняя Полка Это Как раз Таки Кроссовки В которых Шикарно Заниматься У них Нет Супинатора И Между Стелькой И подошвой Нет Абсолютно Никакого Пространства Никакого Зазора Ваша Нога Будет Получать Отличнейшую Хорошую Стабилизацию Вы будете Уверены В том Что Не травмируетесь Выполняя Приседания Становые Тяги Любые Другие Упражнения А когда Мы с вами Работаем В тренажерном Зале Нам просто Жизненно Необходимо Чтобы Нога Имела Хорошую Стабильную Позицию И Не ездила Супинатор Как вот Во всех Этих Кроссовках Не Дает Такой Возможности Просто По той Простой Причине Как я Уже Говорил Раньше Они Созданы Для Резких Перемещений В пространстве Естественно Нога Соприкасаясь При беге С Асфальтом Либо С беговой Дорожкой Еще с каким Либо Покрытием Должна Испытывать Меньше Нагрузки Что и Обеспечивает Супинатор Которым Снабжены Все Подобные Кроссовки Но Слава Богу Сейчас Кроссовки С Плоской Подошвой Появились Практически У каждого Бренда И Лично Я Советую Использовать Найки Адидас Пума Как мои Белые Кроссовки Отличная Обувь Главное Найдите Поймите Изучите Померяйте И найдите Для себя Лучший Вариант Но Повторяюсь Ни в коем случае Не используйте Беговые Кроссовки Кроссовки Для волейбола Для баскетбола Для различных Других Прыжков Вы Только Навредите Себе Вы Рискуете Получить Травму Не забывайте Что коленный Сустав Все таки Сложный Сустав И по Травмируемости Находится На втором месте После Плечевого Сустава А плечевой Сустав У нас Самый Подвижный Как вы видите Кроссовок Море Вот кроссовки Вы видите На своих экранах Которые я Использовал До того Как купил Американские Кроссовочки Красные Которые Вы видели Вот Белые Пума Найк Похожие На ботинки Но это Кроссовки Коричневые И Атомиксы Скажу Сразу Атомиксы Это все таки Борцовки Они Созданы Для борцов Видите У них Конечно Хорошее Ощущение Вы хорошо Чувствуете Пол Но Той стабилизации Которые Дают Кроссовки Наподобие Вот как сейчас У Эбигл Вы видите На экране Или Мои кроссовки Найки Мои кроссовки Пума Новые кроссовки Которые я купил Ол Стар Не дают И к тому же Атомиксы В разы Дороже Посмотрите Вот эти Новые кроссовки Которые я купил Даже При Том Когда они Только появляются Они стоят 70 долларов Естественно По мере Выхода Новых моделей Цены Опускаются Атомиксы Меньше Чем За 110 120 долларов Вы не купите Задумайтесь Нужно ли Вам это Нет Кроссовки С плоской Подошвой Идеальны Для Приседаний Идеальны Для становых Тяг Многие Любят Когда Пятка Слегка Приподнята Если Вы Относитесь К этому Числу Людей Вам легче Выполнять Работу Именно В такой Манере Я рекомендую Приобрести Для приседаний Штангетки Но Штангетки Использовать Только Для приседаний Особенно Они удобны При фронтальных Приседаниях Но Не забывайте Что во всех Других упражнениях Особенно В становых Тягах Вы Должны Использовать Как Можно Более Плоскую Подошву Просто Для того Чтобы Легче И безопаснее Выполнять Упражнения Я не мог Не опробовать Сегодня же Эти кроссовочки И вот Решил Поприседать 205 Кг На штанге И я Легко С запасом Встаю На 5 Повторений Да 5 повторений При Моей Больной Спине Но вы знаете Тот кто Выполняет Мою гимнастику Делает Экстензии Гиперэкстензии Не испытывает Подобных Проблем Даже Если есть Травмы Позвоночника Грыжи Или протрузии Но Эбигел Задумала Сегодня еще И тренировочку Позирования Мы с ней Поработали Джанет Пригласили Помочь нам Естественно После этого Уровень Моего Тестостерона Подскочил И я решил Сделать Еще Один Подходик Еще 5 повторений 205 Килограмм Действительно Чувствуется Вес Но Встается Легко Скажу Честно Это Наиболее Удобные Кроссовки В которых Я когда Либо Приседал Даже Штангетки Не давали Мне такой Хорошей Стабильной Устойчивой Позиции В приседаниях Это Очень важно Крайне важно Для того Чтобы не получать Травму Ни коленей Ни Позвоночника Поэтому Ребята Обращайте Особое Внимание На то В чем Вы тренируетесь В чем Тренируется Ваша Девушка Или Ваш Парень Это Все Залог Вашего Здоровья И прогресса Я сделал Второй Подходик Но После Этого То Что Вы Видите На своих Экранах Я Не мог Не сделать Еще Один Подход Да Сегодня У меня Получилось Три Подхода 205 Килограмм На Пять Повторений Очень Качественных Повторений И При Стабильной Стойки Стабилизация Ног Идеальная Шикарно Чувствуется Советую Вам Ребята Если Вы Стоите Между Выбором Подобных Кроссовок И Борцовок По типу Атомиксов Которые Я вам Показывал Все Таки Останавливайте Свой Выбор На данной Модели Либо На тех Кроссовках Которые Я вам Показывал Чуть Раньше На Белых Ума Либо Если Вы Сможете Найти Ботинки Коричневые Найки Они Тоже Очень Удобные Очень Качественные В них Очень Удобно Приседать И Делать Тяги Не Забывайте Что Стабильная Позиция Нам Нужна Не Только В Приседе И В Тягах Крайне Важна Она И Делайте Жим Ногами Обувь Также Крайне Важна Следи За техникой И Будешь Всегда Здоров И Силен Это Основа Залог База Долгих Грамотных Тренировок Это Канал Heavy Metal Gym Специально Для Вас Если Вам Что Непонятно Или У Вас Возникают Какие Либо Вопросы Пишите Их В комментариях Я На Все Отвечаю А с Вами Ребята Мы Увидимся В тренажерном Зале Всем Пока